МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добавим, что в данный момент власти Хакасии решают вопрос по организации прямых рейсов еще и в Турцию. В собственном доме убили 50-летнюю женщину и ее 30-летнего сына. По предварительным данным, убийц было четверо. Среди них 15-летняя девушка. Подробности этого шокирующего преступления в нашем репортаже. По рассказам соседей, подозрительные личности в этом доме бывали довольно часто. Двери были открыты круглые сутки. Мать с сыновьями злоупотребляла спиртным. По непроверенной информации, задержанные по подозрению в убийстве также бывали в этом доме ранее. У них с погибшими был давний конфликт. Доходило даже до рукоприкладства. Сегодня уже очевидно. В ночь на субботу компания пришла в дом номер 30 на улице Тихой с конкретной целью – отомстить. Убивать вроде бы не хотели, а начав избивать, остановиться уже не смогли. Двое мужчин и их подруги проникли через незапертую дверь в дом по улице Тихая города Абакана, где проживали потерпевшие. И в ходе ссоры, используя ножницы, ножи и топор, совершили убийство 50-летней хозяйки дома и ее 30-летнего сына. В расправе, по информации Следственного комитета, участвовали все. И 15-летняя девушка в том числе. Смерти лишь чудом избежали еще двое – второй сын погибшей и его девушка. Услышав крики, они спрятались в подполье. Впрочем, повезло им дважды. Заметая следы, убийцы подожгли дом. Но пара успела выбраться. А вот постучался, сам сын второй, в окно, что дом горит. А потом вызвали пожарку, приехал пожарка, потушили, а там два трупа обнаружили. Ну, там был, наверное, спрятался от них, я не знаю, кто там убивал их. Кстати, где находится сегодня парень, потерявший мать и брата, не знают даже родственники. Зайти в дом, где произошло убийство, они решились только сегодня. Признают, с погибшими виделись редко. Они и работали, и не работали. Ну, не совсем благополучно. Не благополучно. Они пили. И сыновья тоже? И сыновья, и мать вместе с ними. Во всей этой истории поражает не только жестокость, но и сам список подозреваемых. Всех связывали любовные отношения. От взрослых подельников не отставала 15-летняя собутыльница. Воспитанница абазинского детского дома в Абакане гостила у отца. А за одного из убийц вроде бы даже собиралась замуж. Теперь всем четверым предстоит долгие годы провести за решеткой. Сроки за тяжкое преступление немалые. И даже несовершеннолетний возраст не спасет. Малолетний убийца грозит до 10 лет реального заключения. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Сегодня последний рабочий день фельдшерско-акушерского пункта в селе Фыркал. Его закрывают в связи с отъездом специалиста. Медик, в свою очередь, уезжает из-за отсутствия жилья. О непростой ситуации, которая сложилась не только в этом селе, и возможных путях ее разрешения, Алексей Гончаренко. На сельском сходе в Доме культуры полный зал. Потому что равнодушных нет. Ближайший понедельник – последний день работы единственного медработника. И, значит, закрывается местный фельдшерско-акушерский пункт. Потом за любой помощью нужно будет выезжать только в районную больницу в село Шира или дожидаться оттуда бригаду скорой помощи. Районная больница, 25 километров от нас. Пока мы дождемся оттуда скорой помощи, можно благополучно будет помереть. Пока дозвонишься до них, пока они приедут сюда, пока там расшевелятся, вернее, пока приедут, пока найдут, где кто здесь, ночью, допустим. Когда закроется фельдшерско-акушерский пункт, ездить в райцентр придется гораздо чаще. А фельдшер уже приняла решение перебраться к семье. Здесь, в Фыркале, она человек-приезжий. К родным без малого 100 километров пути. Мне здесь очень нравится. Здесь природа очень хорошая, вода чистая. И люди, в общем-то, добрые, добродушные. Деревня, население. Здорово. Мне, как бы, я всегда мечтала быть врачом с маленького возраста. Причина, вот, действительно банальная. Отсутствие жилья. В поселке с населением 800 человек нет подходящей квартиры или дома. Даже на условиях аренды. Галина Кацина снимала жилье и планировала его выкупить. Но хозяева передумали и со съемного угла и вовсе пришлось съехать. И это проблема во многих селах. Просто где-то персонала не хватает. То есть вместо положенных пяти работают два человека. А Фыркал покидает последний специалист. Даже в районной больнице большой дефицит кадров. И всему причиной квартирный вопрос. Хотя к нам и приходят молодые и врачи, и медсестры, и фельдшера. Но основной проблемой на сегодняшний день является это отсутствие у нас возможности предоставить жилье специалистам. В основном, первый вопрос – жилье. Сегодня, в 2013 году, у нас как бы ни один специалист ни с высшим медицинским образованием, ни со средним жилье не получил. Кадровый дефицит врачей, то есть специалистов с высшим образованием, отчасти удается решать как раз за счет жилья и выплаты подъемных. Эти законы приняты. Но остро не хватает специалистов среднего звена. Если еще пять лет назад в среднем по республике штат был на 92% укомплектован, то теперь на 78%. Мы готовим законопроект, такой же, как по врачам, для того, чтобы закреплять фельдшеров за фельдшерскими участками и ФАПами. Для них, им тоже предусмотреть закону предоставления жилья там, где они работают. Хотим мы сейчас в 2014 году этот законопроект продвинуть. Я надеюсь, что нас депутаты поддержат. А пока возникающие проблемы придется решать точечно и оперативно. Возможно, и в селе Фыркал будет достигнута договоренность. Мы сегодня ведем переговоры с тем фельдшером, который там временно проживала, помочь возможным материалом снять в наем еще жилье и помогать им материально. В этом году, по информации Минздрава, был первый набор на целевую подготовку в медицинский колледж учащихся, которые, получив диплом, будут направлены в село. То есть через три года. Накануне на трассе Абакан-Ак-Давурак столкнулись легковая «Тойота» и пассажирская «Газель». Несмотря на то, что микроавтобус был полным, обошлось без жертв. Полицейские еще выясняют обстоятельства происшествия, но по предварительным выводам виновник рулевой иномарки. По каким-то причинам он выехал навстречу и зацепил автобус. Удар прошел вскользь. Вероятнее от этого масштабы аварии не столь существенны. Меж тем инспекторы отмечают, в связи с похолоданием количество ДТП по вине лысой резины растет, особенно в тех районах, где уже выпал снег. На Абаканских шиномонтажных ажиотажа пока нет. Однако наученные опытом водители уже сейчас решили переобуться, а не ждать сюрпризов от погоды. Сезон зимних шин стартовал, как всегда, неожиданно. Скользкую дорогу уже опробовали автолюбители Аскизского района и города Саиногорска. Удержались далеко не все. Водители своевременно многие не переобулись, то есть транспортные средства свои не подготовили к данной ситуации. Поэтому во многих районах складывается нестабильная ситуация с аварийностью. Так, например, это в Саиногорске. Неожиданно выпавший снег привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. А вот абаканцев утренние заморозки, похоже, не пугают. Ажиотажа на шиномонтажных нет. Некоторые станции и вовсе простаивают без работы. Будние дни машин 60, выходные до 80. Многие надеются перезимовать на летней резине. Первый гололед, когда тут будет столботворение. Собственная безопасность – одна из причин, которую сегодня называют водители, все же решившие потратить время и заменить резину. Зима близко, снег скоро выпадет, поэтому пора переобуться. Наши службы бывают, что и не подсыпят вовремя, и все такое, поэтому лучше подготовиться. У парня на рабочей машине летняя резина. У меня зимняя, сели, поехали без проблем. Особенно в сторону Саиногорска, там сейчас заснежено, выручено. Еще один плюс – переобуться раньше рабочих рук. На шиномонтажках хватает, а значит и сама процедура займет не больше 30 минут. И цена, признаются водители, пока не слишком кусается. На заменную балансировку уходит в среднем 600 рублей. Чек поднимется, как только клиентов станет больше. Когда будет гололед, будут безумные очереди, и, возможно, и цена поднимется, и все такое прочее. Кроме того, сейчас колеса есть в продаже, а когда начнется сезон, их просто может не оказаться. Впрочем, многие водители даже с минусовой температурой за окном своего авто менять летнюю резину не торопятся. Уже приготовлены колеса, лежат. Ждем снега. А не боитесь потом, что очереди будут, может быть, цены даже возрастут, когда ажиотаж будет? Да я сам поменяю. Утром встану и поменяю, если увидишь, что нет. Как правило, лихорадка на шиномонтажных начинается в начале ноября с первым серьезным гололедом. Тогда, чтобы удержаться на дороге, водители и на высокую цену согласны, и многочасовые очереди – не помеха. Ольга Стильмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Из новостей у меня к этому часу все. А сразу после вести смотрите рубрику «Интервью». Сегодня мы поговорим о кредитных ловушках и о том, как в них не попасть. Не пропустите. А пока я с вами прощаюсь. Хорошего начала недели. Оставайтесь с нами на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова